Да, вот, а сейчас он очевидно просто не дорезал, и очень несложный шар. Пул, в общем-то, как и любой другой вид спорта, и вообще бильярд. Должен иметь психологов, должен иметь штат профессионалов, которые задумываются о здоровье. Евгений хотел забить шаром девятку, девятку не забил, упала восьмерка, но при этом замазал себе. Вот еще раз, посмотрите, опять прыгают шары Евгения, восьмерка в лузе, но прямого удара по первому шару нет. Да, ну это он ошибается, он винта дал такого, что шар просто перевинтился, мы видели, и сильно, сильно мимо прошел первого шара. Лев, а давайте вот остановимся поподробнее на вот этих точках, которые нанесены на бортах. Часто ли пользуются спортсмены высокого класса вот этими? Они для чего? Они как подсказки там, да? Ну, это алмазная бриллиантовая система, она существует, это в учебниках, скажем так, многих описано очень подробно. Есть соотношение, ну, угол падения равен углу отражения, там, без секреты, это крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам, это мы все помним еще из математики, из детской. И здесь вот эти бриллианты, они поставлены точно, вот делят либо борт короткий, соответственно, пополам, потом еще пополам. Но для игры практически их уже не используют спортсмены такого уровня, потому что они это уже чувствуют там спинным мозгом. Как должен быть дуплет сыгран, но для начального, скажем так, этапа становления, это очень помогает игрокам для того, чтобы полнее понимать вот эту вот геометрию стола. Причем, если правильно говорить, ведь эти бриллианты стоят не там, где шар ударяется в борт, они стоят чуть-чуть глубже. И если точно говорить, то, в общем-то, он не должен, скажем так, так пройти, если мерить. Но это маленькая, скажем так, погрешность, которую постепенно игроки уже принимают и играют практически с закрытыми глазами, на ощущениях. Очень часто они не целятся, мы видим у любителей, когда они целятся, здесь идет игра практически на ощущении. Хотя, безусловно, тренировка, тренировка, еще раз тренировка. 4, 5, 6 часов – это нормальная практика. Ну, вот, что-то самая нормальная практика пока приводит к тому, что счет равный. Видимо, тренируется примерно одинаковое количество. Да, и Константин тренируется, и он готовит. Готовился очень серьезно к этой встрече. И Евгений не менее серьезно готовился, потому что в Америке был куплен стол, он приехал в Россию. Об этом там целая легенда сложенная. Вот сейчас они играют. До 35 побед. Напряжение, конечно, в матче. Вот попросил Евгений, видимо, протереть шары. Выключили бильярд, пожалуйста. Ну, сейчас все в порядке с постановкой пирамиды. Да. Шары же, как и в русском бильярде, должны протираться, да, я так понимаю? Они должны быть чистые. Ну да, то есть понятно, что за 60 с лишним партий они немножечко загрязнились, поэтому ничего удивительного в том, что их... Ну, безусловно, все-таки их руками трогают. Это все, естественно, оно... На 5. Вот теперь Степанов забил биток в центральную лузу, практически отдав инициативу. Вместе с первым шаром отдав инициативу Евгению. Да, очень опасно. 31-31, и вот мы видим, прям подталкивал его тут первый шар, но... Это спорт, это бильярд. Тут Евгений не понимает. С раскатом что-то... Чего же он сам сделал? Да, ну это очевидно. Очевидно именно из-за напряжения, из-за такого счета, когда... Очень и очень... Оба в сложной ситуации. Причем вот очень... Мы уже говорили про Эрла Триклинда, который любит общаться со зрителями. Вот мы видели, что если поначалу Евгений практически не обращался к зрителям, то вот сейчас достаточно часто он апеллирует к ним. Да, ну вот здесь, в общем-то, все очевидно. Центральную лузу, восьмой шар. И в угловую девятка. Прекрасно выходит. Ну что же, довольно легко далось ему эта партия, учитывая, да, которую допустили при разбое. Константин Степанов. Как я и говорил, инициатива в основном будет переходить либо через разбой, либо через какую-то, ну... Грубейшую ошибку непосредственно в партии. Потому что по тактике, по забиванию, они почти не ошибаются. Минимально. Минимальное количество ошибок. Да, до 35 побед осталось совсем немного. Думаю, сейчас у зрителей даже ощущения сна не возникает, потому что настолько все напряжено, настолько... Майкин... Непредсказуем в этой партии. Есть, есть. Упал в середину пятый шар. Непростая копейка, непростой первый. Но играть надо. Ну, нет, можно отказаться, конечно, с другой стороны. Но только зачем? Да, и что это даст Евгению? Нет, я думаю, ничего. Поэтому, конечно, здесь он будет его играть. Первый шар. Другой вопрос. Куда? Но это ему виднее. Да, очень, очень аккуратно, чисто он проходил. Двоечка тут же в эту лузу. Да, и сейчас немножечко на себя выведет Евгений Биток, чтобы в центральную также играть. Третий, четвертый в угловую. В общем-то... В общем, все очевидно. Не должно быть проблем в этой партии, если, конечно, грубо не ошибется, да? Да, да. Потому что здесь, конечно, мы видим, нормально стоит шестой, седьмой. Пятерки давно нет. Она упала сразу. Шесть, семь, восемь. И около луза девяточка стоит. Да, причем нет сложного выхода с семерки на восьмерку. Есть одна из тренировок таких для начинающих, скажем так, пулистов. Три шара на стол кидаются. Семь, восемь, девять. Вот забейте их тридцать раз подряд. Ошибетесь. По-любому ошибетесь. Потому что, собственно, вот на этих трех шарах основные ошибки вылезают. Очень часто. Очень часто. Да, очень хорошо. Евгений вышел на девятый шар. Тридцать три, тридцать один. Да, всего две победы остаются Евгению Сталину для того, чтобы добиться успеха в этой матчевой встрече. Ну что же, возможно, все самое интересное будет происходить прямо сейчас. Напоминаю, счет матча Евгения Сталину против Константина Степанова. Тридцать три, тридцать один в пользу вот этого игрока, который сейчас смотрит. Не окривел ли его кий? Ну, здесь уже действительно проверяется все. Потому что место для ошибки не должно быть ни в каком варианте. Так, разбой очень энергичный, сильный. Евгений всегда сильно разбивает, он даже подпрыгивает. И это... Шар подпрыгивает. Евгений подпрыгивает. Евгений подпрыгивает. Евгений подпрыгивает, да, это очень... У него и шары просто прыгают. Ну-ка посмотрим. Не, в данном случае как-то не стал прыгать сам Евгений, но шарик какой-то, по-моему, там взвился в воздух. Ну, здесь всегда, когда ударяется с винтом биток, причем сам биток очень часто летит, летит практически. Он не скользит по сукну, а именно подлетает немножечко и точно в копейку приземляется для того, чтобы максимально были раскатаны шары. Сыграл он пуш-аут. И теперь... Вот здесь как бы он, в общем-то, не отдаёт инициативу Степанову. Другой вопрос, если вдруг Степанов каким-то образом положит сейчас первый шар, вот тогда уже... Но он не стал. Вот хотел он, мы видели, да, хотел вывести сюда, через весь стол, ближе к девятке первый шар, но первый ударился о губку и... Вот еще раз посмотрите этот момент. А мог и упасть, между прочим. Ну, это, скажем, не очевидный. Была легкая маска, и из нее Евгений достаточно хорошо вышел, хотя я бы не сказал, что удачно. По-моему, режется в среднюю. Режется в среднюю лузу. Там, конечно, не очень удачно стоит второй шар, видите, он с черным рядышком. Его не очень удобно играть, но посмотрим, что сейчас выберет Степанов. Отыгрываться в данной ситуации достаточно сложно. Но можно с другой стороны. Но, видимо, режет он все-таки в середину. И как-то будет проводить шар, да? Сюда вот, в эту же сторону. Да, режет и подбивает. А, подбивает. Подбивает. О! Нет. О! О! Вообще хорошо задумывал-то, да? Задумка хорошая, но здесь при счете 33-31 до 35 побед, конечно, это, в общем-то, это очень-очень большая ошибка. Но рассчитать это сложно здесь. Ну да, но не повезло, скорее, даже больше, чем. Знаете, когда будут награжать победителя, этого уже никому не объяснишь. Да, главное, и не надо объяснять с другой стороны. Мы-то просто сейчас оцениваем это, так сказать, в момент происходящий. Безусловно. Мне показалось, что не свезло больше сейчас. Костя задумывал неплохо. Да, задумано было неплохо. Мы сейчас видим пятерка, соответственно. Да, Костя там уже сидит весь такой понурый, скажем так. Пятый шар стоит рядышком с девяткой. И вот... Вот с семерки на восьмерку как будет. Женя любит такие удары. Да, он уже даже брусками видел. Этим ударом. Это Бустаманто. Бустаманто никогда не играет. Шарциско Бустаманто, о котором мы уже говорили, никогда не играет с машинкой. И вот сейчас непростой выход на восьмой шар. Давайте посмотрим. Очень непростой. Вот. Побежал. Выйти-то он вышел. Да, вот войти забыл. Вот побежал Евгений. Поторопился, на мой взгляд, чуть-чуть и... Перерезал. Перерезал. Перерезал, действительно перерезал. Тем самым поставил под сомнение эту партию. Хотя, честно скажу, сейчас сыграть нужно только с оттяжкой. Можно, потому что практически по прямой линии стоят шары. Соответственно, битком воспользоваться для того, чтобы он там через борты как-то сыграл. Через борта, прошу прощения, невозможно. Поэтому здесь, на мой взгляд, только оттягивать можно. А что ж так думает? О чем задумался? Если он ошибется, будет 34. И это практически до свидания. Поэтому, конечно, сейчас Степанову нужно сыграть даже не на 100%, а на 200, на 150. Возможно, больше шансов больше не предоставится в этом матче, в этой матчевой встрече Moscow Challenge. До 35 побед. Ну, хорошо, давайте приблизительно прикинем этот расклад. То есть, оттяжка на себя, да? Удар должен быть довольно сильный. Удар, он должен быть достаточно мягкий, потому что можно ошибиться и перетянуть биток полностью в лузу на себя. Этого нельзя допустить. И в то же время, давайте, вот сейчас отсюда очень хорошо видно. И зал затих, и все затихли, конечно. Да, да, очень хорошо. Очень хорошо. И зрители понимают, и все понимают, что очень сложный удар. И в этой ситуации он был сделан абсолютно верно. Да, еще ситуация важная, что вот ошибаться действительно было нельзя. И справился великолепно. Но тут, я думаю, что уже все, проблем не будет. Дождемся все-таки упавшей девятки. Всяко бывает. Да, 33-32. И подача Константина Степанова. Если, конечно, он сейчас ничего такого сверхъестественного не вытворит, имеется в виду, там не положит белый шар в лузу, все может быть. Все, да, мы видели, что тут они грешат, и тут и другое. Нервы, конечно, шалят. И здесь они, конечно, при этом, зрители держат в полном напряжении. Ведь еще 10 минут назад, 5 минут назад, было очевидно, что, в общем, партия должна была закончиться предыдущей победой Евгения. Но нет. Ошибка на семерке. Мы уже говорили о тренировке 7-8-9. Ошибка на семерке не позволила ему. Так, шестерка ныряет, четверка падает. Теперь смотрим соотношение первого и битка. Ну, надо работать. Все на работу, дорогие друзья. Можно играть. Чуть-чуть, единичка не падает. В среднюю лузу. Но по прямой ее можно играть, соответственно, в угловую.